здрасте дорогие друзья суббота и у нас первая игра пятого тура и и открывает silver лига дядьки против команды слк и на мой взгляд сегодня и у слк и у команды дядек достаточно хороший сбор дам показывать уровень все 40 минут хороший тем показывать по составу у нас сегодня всего 9 футболистов у слк и 10 у дядек десе лук отыграл на микитина микитин отыграл на вермечука пока его и на вермечука и сразу же с быстрой попытки организовать свою атаку начинает ссылка хотелось бы сказать что первый тайм у них зачастую более удачные и я думаю что это все благодаря тому что очень взаимопонимание высокая у футболистов команды ссылка дядьки же напором особенно во втором тайме умеет придавить своего соперника но прошлый раз отрадный смог дать им отпор и и я думаю что после неприятного поражения хотели бы заработать победу и в целом закрепить какой-то успех именно в сегодняшнем матче буряченко сошников тарасенко шманский фрига квашук петренко скрипник и декун составе команды дядяк но в составе команды слк веримичук пока его денисенко десюка микитин савельев чумаков грищенко и котик софников попробовал пробить заблокировать удар веримичук микитин пока его на десюка сразу заброс достаточно точный на валентина но наверное еще не вошел в игру веримичук хотя качественную разминку себе позволили сделать команда из алка и достаточно долго играли в квадрат десюк на микитина микитина пока его в казалось бы простой ситуации но ошибается здесь веримичук валентина микитин не достает такой мяч сошников снова сошников будет разыгрывать этот аут удар не опасен для чумакова вадим сбрасывает на центр вимичук сбрасывает на покаева хорошо старается наращивать в этой контратаке десюк юрий пробивал но видим что буряченко виталий заблокировал удар и казалось бы ему просто это удается а вот этот удар более уже трудный с точки зрения вратарского мастерства каёвый александр наверимичука валентин снова не точная передача две какие-то непонятные ошибки от валентина но не думаю что волнуется перед декой уж его то опыт точно позволяет ему быть играть расслаблено не через чур ли сошников сильный удар чумаков заблокировал очень плотно прицелился веримичук навешивал на микитина декун перехватил сошников десюк далеко навешивает достаточно и хороший перевод от вали перимечука валентина можно забивать такие мячи перекладина спасает сейчас дядяк а вот дальше уже добивание от покаева никто не смог остановить не буряченко виталий не защитники команды дядяк что у нас первый забитый мяч игорь ручку сошников вот уже и пожаловал петренко григорий на поле попытка разыграть комбинацию котик отыграл на веримичука савельев снова на валентина высокий выход браченко виталия и аут у нас для дядяк савельев савельев хорошо разбирается но дальше проброс отчитался разный по весовой категории футболисты и конечно же это сказывает что что чумаков хороший перевод удается сделать валентина веримичуку два мяча уже забили слкай друзья я думаю это кандидат на попадание в топ просто идеально эта комбинация смотрелась петренко снова григорий петренко пробует обыгрывать но удар получается слабый по факту до досека мяч не доходит котик подхватывает сейчас ссылка уверенно контролирует мяч и мы видим что какой то подход достаточно непросто найти к дядькам удар здесь не получается досека шанс для петренко убежать вперед удается отобрать мяч грищенко отыграл на котика савельев на досюка снова савельев петренко григорий придерживает мяч закрывая корпуса савельев поперечная передача на микитина подавал никитин в разрез до адреса то не дошло я напомню что у нас 2-0 и 7 минут прошло матч а тут только что просто за спину едва ли браченко виталий не пропустил увлекся он на выходе из ворот честно говоря бывали у нас такие мячи и непростая задача у дядек сегодня отыгрываться ведь два мяча уже пропустили но повторюсь во втором тайме всегда лучше играть а здесь у нас передача микитина савельев забивает гол и без шансов для браченко виталия третий мяч для слк савельев сошников на кашу кап снова сошников придерживает мяч максим играет воздействие на петренко дейсюкс пробует закрыть не помешал ли он галкиперу там ну по всей видимости наверно немного помешал нужно будет уточнить фамилию кто у нас забил гол к сожалению без номеров денис прошу уточни фамилию пожалуйста кто забил без номера к сожалению я эту фамилию не помню да не нужно уточнить буду признатель 3-1 на счет покаёвы его придерживали здесь спасибо попытка пробить адосюха юрия но это не совсем опасно браченко виталий на петренко и савельев подчищает поливода забил у нас гол на восьмой минуте ну я думаю еще голы будут и снова поливода пробивался передачи петренко браченко виталий на сошникова поддерживает мяч сошников пашук на петренко хорошо закрывается сейчас ссылка ну в целом это работает я напомню 3-1 очень активные 9 минут матча чумаков хороший навес удается сделать но слегка слегка все таки не настолько точный для валентина и таким образом петренко поучаствовал в этом эпизоде квашук чумаков перед собой отбивает и сразу же пробует надежно сохранять мяч в своих ногах и ссылка верьмичук ошибается при передаче им сошников на поливоду но поливода простреливал на дальнюю штангу как раз где открывался петренко григорий дабы замкнуть эту данную передачу которая все таки не дошла до адресата сошников досюк каевы снова досюка чумаков слабоватый брос квашук просто идеальный паса дает головой на сошникова красного максим попрохли пробегает нужно закрывать его ударную зону ну простреливал на поливоду и микитин там помог и и и и чумаков и 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 опять какие-то попытки как-то продлить от передачу дальше но тут от валентина было касание понятное дело что отворот Боряченко Виталий будет вбрасывать. Вбрасывает рядом настоящего Сошникова. Котик. А вот это старательная работа Петренко Григория. Без ассиста будем это считать. Там были касания футболистов команды СЛК, но Григорий Петренко забивает гол. Таким образом сокращая разрыв. 4-2 на 14-й минуте. Удаётся ему это сделать. Котик на Веремичука. Валентин налево играет. Савельев попробовал пробить. Очень хлёстко он умеет это делать. И видим, что... Здесь угловой в этом моменте заработали СЛК. Петренко Григория грамотно перехватывает передачу. Таким образом не даёт попытку организовать атаку к дядькам. Петренко по бровке на Квашука. Да, Чемаков отбивает, ну а дальше уже лежал на спине там Вадим. Не забил Юрий, но умеет повысить таким образом градус игры эмоциями и так далее. Сошников. Чемаков. Хорошая обработка Веремичука. Валентин ищет куда дать передачу и ошибается. Очень уставший выглядит сегодня Валентин. И не первая его ошибка. Честно говоря, не знаю, с чем это связано. Петренко сегодня рабочий день. Возможно, утомился просто на работе. Валентин сыграл на Савельева. Квашук. Ударная позиция у Юрия, но ударная она до той поры, пока Анатолий Савельев не вступает в отбор, дабы заблокировать удар. Квашук на Петренко. Придерживает мяч Григорий. Квашук на Петренко. И это прекрасный пас на Валентина. Веремичук. Классная попытка забивать. Бил Валентин в дальний угол. Я думаю, там без шансов для Буряченко и Виталия. Но не забей. Петренко отыграл на Сошникова. Чумаков. Снова Сошников. Валентин Веремичук перехватывает передачу. Двоем острый угол. Зря, наверное, спешили здесь отсылка. Разыгрывает момент с владельем мячом. Можно было его попробовать поконтролировать, но не рискует. Открыто играет на контратаках. И пытается вступать в быстрый отбор. Скрипник. Поливода. Поливода на Квашука. Юрий снова на Скрипника. Лево, право. Квашук. Поперечный пас на Петренко. С пробросом Григорий решается пойти. Креативное решение. Поливода пробивал. И снова Савельев дважды умудряется заблокировать удары. А вот сейчас есть шанс контратаковать теперь СЛК. Два футболиста впереди. И Савельев убегает вперед. И, честно говоря, ввалил там у нас, по-моему, скрипник. Но теперь ответная контратака от дядя. Савельев, Десюк. Квашук на Петренко. Квашук на Петренко. Микитин на Десюка. Пусть хотя бы не прячет. Микитин. Десюк, есть шанс забивать. По-моему, поскользнулся только что. Попытки левой ногой как-то технично переправить мяч. Закрывает корпусом Грищенко. Ну, а как дальше будет действовать? Решил поспровождать мяч до выхода его за пределы поля. Чумаков. Напокаева. Александр. Наверное, что Александр точно на Десюка. И вот он подарок. Казалось бы, но тут Дмитрий Грищенко не способен был. Как-то зацепиться за мяч. Очень атакующий футбол дядьки показывают. И, на самом деле, можно их ловить на том, что они так спешат. Хотя, по-моему, устают понемногу из СЛК. Скрипник на Петренко. Снова скрипник. Ну, это попытка уже от Виталия Буряченко выбить мяч. На Грищенко. Еще один забег не точный. Это у Чумаков. Первый на мяче. Хотя касание мог там делать Григорий, если бы точнее как-то и выше подпрыгнул. Но, опять же, многое зависит от его состояния физического. А здесь не точный пас. Не на столба. Там Александр закрывал. Как раз позицию. Без перемещения. Поливода. Ставит корпус. Попробовал пробить. Чумаков надежно. Ближнюю штангу закрывает. Петренко на Квашука. Снова Поливода. Снова Чумаков. Третий раз за буквально 15 секунд приходилось постелиться. И у нас первый тайм окончен. 4-2. Перерыв. Третий раз за буквально 15 секунд приходилось. Третий раз за буквально 15 секунд приходилось. Минус литра. Минус литра. Время. Я не понял. Леня, можно? прозвучал свисток и начался второй тайм полевода на тарасенко тарасенко на петренко григорий отыграл на сошникова снова полевода пробивает разворота десюк обрабатывает сверховой мяч сыграл на миките на поперечной передачи очень это опасно друзья и вот первая такая ошибка уже на приеме мяча сразу же заметно что все-таки иногда очень-то технично пробует сыграть с лука и иногда это как бы влияет не в их пользу снова полевода петренко на перекате пробовал обыграть голкипера здесь григорий и еще мало того от него же мяч и ушел как мы видим снова вводить будет вадим чуваков браслет на покаёва а здесь полевода забивает еще один гол таким образом сокращает разрыв вот какое стремление показывают дядьки сошников на петренко ну а у него не получается обработать данную передачу ау для салками китин навешивает на покаёва александр хорошо обрабатывает но немножко не идеально сбрасывать на веремичука поэтому мяч откатываться на половину поля как раз таки сегодняшних гостей а гости у нас это и ссылка микитин тарасенко головой выбивает мяч за пределы поля микитина досюка удар буряченко виталий отбивает его еще один а вот веремичук на покаёва сильный удар прямо в сошникова причем он точный был я думаю что летел как раз фор и вот где-то там над левым плечом виталия буряченко буряченко на тарасенко тарасенко на петренко десюк грамотно здесь действует перехватывая мяч но правда запутывается сбрасывает на микитина и с очень острого угла решается на удар пока его александр забивает мяч очень важный мяч еще один шанс упали воды очень динамичный футбол показывает команда и даже я вам скажу что сложно делать какие-то прогнозы эти два мяча могут буквально в секунду измениться в четыре или сравнять счет могут дядьки перимячок на десюка юрий навешивает на савельева но тут немножко немножко сильно узнал бы анатолий что нужно раньше открываться то было бы конечно значительно лучше веремичук сошников подбирает данную передачу играет разница петренко петренко на тарасенко и тарасенко пробивает уже так будем говорить неудобной позиции под левую скорее там более удобно сошников на поливаду при вода пробрасывает уходит под левую пробивает забивает гол еще одна такая дружеская комбинация сошникова и поливады савельев пробовал обыграть тарасенко видим что это не просто особенно в этом моменте было сделать виталий буряченко забрасывает петренко почти что обработал данную передачу веремичук обыгрывает валентин на староватом уже угол снова петренко пошел в обыгрыш грещенко дистанцию выдержал грамотно отплассировался и сейчас отобрал мяч котик играет на валентина веремичу грещенко дмитрина котика и у нас котик решается на удар это почти что гол но не гол друзья поливада сразу же убегает вперед и савельев надежно подстраховывает своего партнера по команде гол кипер от чумакова вадима угловой для дядя поливадан на сошникова максимой не сдался здесь удар вместе с газоном хотел отправить мяч в сторону ворот и конечно же такие удары не так опасно ну у нас неприятнейшее столкновение ахилла по моему по всей видимости немного дернул там себе валентин веремичок уж очень хотел максим сошников быть первой на мяче а проиграл позицию и оба вынуждены как я понимаю покинуть поле савельев играл на котика грамотно хотели там разыграть и ссылка это в их стиле туманский юрий пробовал обработать передачу не получилось чумаков все борются за любой вброс честно говоря эти вбросы вот в центр поля они хотя бы и позволяют вроде как отдохнуть игрокам команды ссылка но вбросы не точно это не работает сегодня во во всяком случае это мое мнение микитин савельев пробивал анатолий с левой ноги тарасенко заблокировал микитин удар выше не точно виталий баряченко забрасывает десюк каким-то образом там выбил мяч у бетренко квашук с помощью переступа смог обыграть чуть освободиться разглядеть там партнера по команде но уже как-то дальше атака ничем особо не закончилась шаманский юрий не смог обработать достать такую передачу а вот здесь у нас шаманский юрий забивает забивает без ассиста мы засчитаем этот гол конечно же после добивания удается забить у нас на 28 минуте и таким образом дядьки снова приближается и сравняв счет я думаю сейчас будет явно сложнее слк и нас как чистого листа данная игра начинается а вот для кого-то нас чистого а для кого-то уже не так то просто двигаться как с первых минут хотя слк сегодня очень хороши и есть замены для того чтобы показывать тот футбол который мы любим и видим от них петренко поддерживает мяч пробовал сыграть вразрез не получилось микитин на савельева савельеву не удается обыграть петренко пробивал чумаков забирает мяч немножко конечно валидольно это все выглядело а вот дальше уже квашуки напором просто продавил соперника и забил еще один гол а а а и мая и мая и мая и мяч на покоевого основе и мяч валентин отыграл на покоевого можно бить может быть лишнее это было касание ну просто мастер класс по взаимопониманию показывали только что седьмой и пятьдесят пятый номер вот вот покоевый навешивает там никого нет никто туда не открывается вправо под контроль просто под контроль начну и все движение движение делайте открывайте смехом да есть Клашук на поливаду Десюк на время Чука Котик Сошников ну и неприятно досадно а все таки для дядек это результативно Григорий Петренко сориентировался и пробил да не пробил даже оттыкнул мяч каким то образом там проскочил это еще один гол вот то про что я вам друзья и говорил что очень легко и в таких матчах забивать когда играют команды открыто на мой взгляд все таки перестали закрываться СЛК и это главная их ошибка что не всегда удавалось уходить вот из этого высокого прессинга который дядьки организовывали в атаке и увлеклись и сами начали их организовывать из СЛК а потом уже и вовсе иногда забывать в каких то моментах ну и усталость все таки усталость появляется и открывай 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 шаг вперед вперед шаг Чумаков Десюк 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 на Петренко Александр Александр на Десюк Юрий снова на Покайева передача попробовки поливода прочитал сыграл на Петренко а вот это повод сейчас СЛК устремится вперед но Юрий по моему просто без сил сейчас был апеллирует к Судье что мог кто-то его придерживал как я это понимаю но особо с нашего ракурса это незаметно Каю Савельев на Веремичука ну не нужно Анатолию вот эти мячи верховые зачем подбрасывать все таки это не и всегда работают именно с Анатолием поливода хороший смелый проход поливоды пробивает он ну Чумаков отражает тут удар работает сегодня у него более чем как говорится лучшего не пожелаешь Фрига выбивает Микитин из-под ног Романа Фриги мяч Каю Микитина Веремичука старается старается все таки находить друг друга передачами но на мой взгляд именно движение для того чтобы это все идеально заиграло и не хватает в этом матче со стороны команды СЛК Грищенко на беремичука Валентин накрутил немного Микитин основа Грищенко не было выхода мяча Валентин Веремичук на Микитина пробует он пяткой сбросить и в целом красивая комбинация Квашук это не точный навес и будет вводить снова СЛК Савельев снова Савельев Веремичук Шмаков по бровке скрипник на Квашука Сошников на скрипника Квашук отбирает мяч Микитин и сейчас два предложения есть решается он сам на удар честно говоря может быть лучше было на Анатолия Савельева сыграть Савельев Чумаков как же высоко вышел а так это продолжается у дядек мяч не выходит за пределы поля еще один симпатичный сейф Микитин С мячом Микитин Полез в обыгрыш Но как это выглядело Это слегка утомленно Скрипник Тарасенко Запутался с мячом Убежать вперед не получилось Но вот аут все равно Три минуты остается у СЛК Будут ли подключать пятого Попробуют ли рискнуть сегодня Вашук Петренко на Тарасенко Продолжает давить сейчас дядьки Ну и СЛК таким образом пока что отбивается Две минуты двадцать секунд Пермечук Десюк Буряченко Десюк отбирает мяч Юрий На перекате удается обыграть Отдает точную передачу на Валентина И сильный удар Видим что не ждал такого сильного удара Буряченко Виталий Ну каким-то образом Сориентироваться смог И тайм-аут берут дядьки Иếp Правда Для Комольц Виталий Сориентироваться Работа Комольц Виталий А Выпускает пятого игрока СЛК И я вам скажу, что Интересное решение, возможно, нужно было Раньше, сейчас забивает Валентин Веремичук С передачи как раз-таки Покайова Покайовый сбрасывал на Котика Не точно оказалось Котик Покайовый Микитин Сильный пас Тарасенко прочитал эту передачу Всего 70 секунд остается Но этого вполне достаточно Для СЛК, чтобы попробовать придавить Микитин Точный пас На Покайова Перемечук Хороший сейф делает Буряченко Виталий, очень было похоже на то, что сейчас забьет Валентин Еще один шанс Микитин На Покайова Снова Микитин Открывается Котик там впереди Пробует измотать Дядя Микитин На Десюка Снова Микитин Петренко Выходит на Валентина Времечука И не удается Григорию переиграть Валентина Совсем ничего почти что остается Для того, чтобы Доиграть этот эпизод И выходит основное время этой встречи 7-6 Очень непростой матч для обеих команд Но выигрывают в нем дядьки С чем их и поздравляем Продолжение следует...